Всем добрый день! Меня зовут Надежда и рада приветствовать вас у себя на канале. Сегодня у меня выйдет очередное видео с рецептами на тему белорусской кухни и экономного меню. Это будут драники. И в сегодняшнем ролике я вам покажу три способа их приготовления. Если интересны подобного рода ролики и рецепты в целом, то оставайтесь со мной, а мы начнем. Также внизу в описании под этим видео я оставлю вам еще ссылочки на ролики с экономным меню, которые у меня есть на канале и недорогими рецептами, которые доступны большинству сегодня из нас и в принципе актуальны будут для многих в качестве экономного бюджетного меню и рецептов. Так что проходите, смотрите. Ну а сейчас оставайтесь со мной. Я покажу вам три способа приготовления драников, которыми пользуюсь я на протяжении долгого времени. Поехали! И первое, с чего я сегодня начну, это будут драники. Для них мне понадобится картошка, два яйца, из специй я взяла бульонную приправу кухарик. Можно воспользоваться любой другой приправой, либо просто посолить. Также мне понадобится пакетик дрожжей. Я взяла обычные хлебопекарские сушеные, активные. Я картошку сейчас потру. Терез я буду вот на вот этой терке, на терке для корейской морковки. Можно на любой другой, по вашему усмотрению. Картошку я потёрла и слила из неё излишки воды. Теперь я добавляю дрожжи. И сюда же я добавляю два яйца. Сюда же добавляю ложечку чайную, примерно с горочкой, приправы кухарик. Можно добавить любую другую, на ваше усмотрение. Размешиваем получившуюся массу до однородной структуры. И перемешанную уже массу оставляем при комнатной температуре примерно на полчаса, чтобы дрожжи начали работать. Картошка у меня уже настоялась вместе с дрожжами и со специями. И теперь я эти драники буду жарить самым обычным способом. В сковородку я добавила растительное масло. Можно добавить любое, которое есть у вас. И жарим с двух сторон самым обычным способом. В итоге вот такие драники у меня получились. Приятного аппетита! Следующее блюдо из картошки, которое я вам покажу, это будет белорусское блюдо, называется бабка. Для него мне понадобится тоже картошка. Мне понадобится небольшой кусочек грудинки, да, с прослоечкой, можно без. Мне понадобится примерно половина этого кусочка. Подсолнечное либо топленое масло для смазывания формы, потому что она будет запекаться в духовке. Соль и специи по вкусу. Можно добавить по желанию одно яйцо. Я добавлю. Саму картошку я потру на терке для корейской морковки. Мясо, сало, салка мою порежу кубиками небольшими, маленькими. И вернусь. Картошка у меня уже потерта, воду я слила. И муку, ни муку, ни крахмал не добавляю. Так она получается более нежной и более легкой. Драники, в принципе, к слову сказать, я готовлю так же. Сюда я добавляю одно яйцо к получившейся массе. Я порезала немножко кубиками, такими небольшими салом. Можно взять грудинку с прослоечкой. В принципе, то, что у вас есть. Так добавили. И из специй я добавлю бульонную приправу. У меня кухарик. Я добавлю примерно, это у меня полторы чайной ложки получится на такой объем. Можно добавить любые специи для картошки, которые у вас есть. И которые вы любите. В принципе, здесь можно варьировать со специями. И перемешиваем все до однородной структуры. Форму для духовки я уже смазала растительным маслом. Я в моем случае взяла люминарию для духовок и микроволновых плечей. Поскольку запекать я ее буду в духовке. К слову сказать, можно не запекать в духовке, а отправить всю эту смесь на сковородку и пожарить, приготовить на плите в сковородке. Я же запеку в духовке. Поэтому берем форму любую, которая у вас есть. Влаживаем в форму. И уже в таком виде отправляем в духовку запекаться. Духовку я, как правило, разогреваю градусов до 200. Но во время выпекания вы уже варьируете прогреваемость вашей духовки и взятые вами пропорции и формы. Отправляем и запекаем. И вот такое вот блюдо на выходе у меня получается готовится быстро. Получается довольно вкусно. В духовке я продержала его примерно минут 20. Этого достаточно. Но опять же таки будет зависеть от того, насколько взяли вы ингредиентов. Больше или поменьше. Здесь уже варьируется. Приятного аппетита! Следующий рецепт, который я вам сегодня покажу, это будут дряники с куриной грудкой и сыром. Для них мне понадобится сама картошка, 1 куриная грудка. Я взяла 4 столовые ложки муки. Вот именно в данном рецепте она мне понадобится. 2 зубчика чеснока, 2 яйца. Я взяла кусочек сыра. Я его потру на крупной терке, так же, как и картошку. Мне понадобится приправа для курицы, перцы и соль. Я воспользуюсь морской солью. В принципе, специи можете использовать те, что есть у вас. У меня мельницы, да, можете взять, которые для курицы и перца есть у вас. Соль тоже. Что я сейчас сделаю? Я картошку и сыр потру на крупной терке. Грудку я порежу мелко. И вернусь. Чеснок я тоже потру вместе с картошкой на терке. Значит, что я сейчас сделала? Я потерла картошку на крупной терке. Сюда же я потерла чеснок. Добавляем тертый сыр на крупной терке. Сюда добавляем 4 столовые ложки муки. Сюда добавляем резаную грудку. Я порезала такими вот кубиками. Вы можете порезать так, как вам нравится. У меня тут котофей немножко клянчит. Можете порезать, как нравится вам. Абсолютно. Можете кубиками, как у меня. Можете соломкой. Добавляем сюда же. Добавляем сюда 2 яйца. Одно. Второе. Здесь сейчас солим, перчим. У меня, я показывала, да, приправы для курицы. Мельницы. Можете взять свои. Солим, перчим. Добавляем специи по вкусу. И размешиваем все наши ингредиенты до получения однородной массы. Картошка у меня уже перемешана до однородной массы. И теперь приступаем к жарке. Жарить буду самым обычным способом. Просто выкладывая ложкой картошку с ингредиентами, смешанными, на раскаленную уже сковородку. У меня добавлено масло растительное. Масло добавляется то, которое есть у вас. Здесь не принципиально важно. Я по одной ложке вылаживаю, как вы видите, да, и жарю с двух сторон до полной готовности. И в итоге вот такая вот тарелочка с драниками у меня получилась. Приятного аппетита! Я надеюсь, сегодняшняя подборка для вас будет интересной и актуальной. Также пишите в комментариях, какие бы рецепты видели, хотели бы вы видеть у меня на канале. И, возможно, не только рецепты, также предлагайте свои варианты драников, которые делаете вы у себя дома, да, и чем вы пользуетесь, чем нет. Возможно, вы что-то уже из этого готовили. Если готовили, то тоже оставляйте отцу в комментариях, и мне будет очень интересно почитать. Так что проходите на вкладку еще, там будут ссылочки для вас с интересными видео, которые есть у меня на канале. Пока-пока! На сегодня все! Субтитры сделал DimaTorzok